Всем привет! Вы на канале Самозванцы, с вами Максим и Евгений. У нас сегодня серия про ром, но серия необычна тем, что сырье для рома будет такое, которое еще в сериях у нас не появлялось. И вообще, собственно, это новинка на российском рынке. Новинка это, видите, брикеты. Это настоящий тростниковый сахар. То есть это сливки, те самые сливки, которые с тростника снимают. Мы меласу делали из отходов, получается. А это именно сливки, ради которых, ну, собственно, получаются эти сливки и отходы. Вот это сливки. Ну, из них сахар делают, обычный тростниковый сахар. Поставь сахар, средств тростниковый, 100%. Мы купили эти брикеты у Сережи, напитки дома. Собственно, можете к нему, там, я не знаю, ссылочку оставим, да? Да, да, все оставим. Оставим ссылку, можете к нему зайти, посмотреть, по чем он продает. Пока он единственный продавец у нас на рынке. И он, Женек, еще у себя делал серию тоже про этот тростниковый сахар. И у него даже есть ставочка, как, да, в странах, там, откуда он, и как его изготавливают. Прям в какой-то самом стране третьего мира, я не знаю, там, показывается, как его выжимают этот тростник. И на костре его выпаривают, кстати, очень интересно. Мы уже его попробовали на вкус, прям на вкус, как миласса получается, как вьетнамская миласса. По вкусу он такой же. И запах у него явный, прям такой шоколад. Надеемся, что и Ром, ну, хотелось бы, чтобы отдавал в шоколад. Чтобы вкусненько все было. Да. Смотрите, что мы будем делать. Мы разогреваем воду, где-то литров 10 воды. И будем растворять вот этот сахар в горячей воде. Ну, собственно, в кипятке. У нас его 26 килограммов. Партия у нас будет где-то литров 150. Замешивать будем браги. Нагреваем воду и пытаемся замешать эти брикетики. Потратили где-то час, может быть, даже больше. Их оказалось, на самом деле, тяжеловасто размешать даже в горячей воде. Но просто у нас еще объем здоровый. Если бы не объем, конечно, попроще. Сколько? 30? 26 килограммов. 26 килограммов в кастрюле размешали. Начинаем сливать бочку, потом разбодяжим водой. Вот такой струй у нас из кастрюли сливается. Запах идет прям милассы. А вот тут вода наливается холодной? Наливается вода, чтобы не терять время. Сейчас сразу, пока здесь идет слив, будем водой мешать, разбавлять холодненькой. Даже может посильнее сделать. Все, на полную катуху открыли. Все, мы разбавили. У нас получилась плотность перед брожением 18. Но здесь где-то 150 литров, как мы предполагали. Будем бродить дрожжами губеровскими, потому что они с подкормкой. Сергей в напитке дома говорил, что лучше дрожжи с подкормкой, потому что они могут не запуститься. У него не запустили. Да, спиртовые у него не запустились. Мы на глаз высыпаем 200 грамм, пачка у нас, 390 грамм. Блин где-то. Ну и все, и ждем, пока все это дело забродит, перебродит. Вот так вот надо высыпать. Недельку где-то это займет. Я думаю, недельку, да. Но еще в процессе, как все забродит, еще покажем вам. Прошло ровно 12 часов. Посмотрите, уже началось у нас брожение. Никакой пены. Как сказал Сергей, эффекта самозванцев здесь нету. Так что он немного ссыканул, добавив пеногаситель. Кто не в курсе, Сергей сказал, что когда разливается на пол самогон, он такой мем пустил. Это называется эффект самозванцев. Не знаю, прав он или нет, но мем прикольный. Настало время перегонять нашу брагу на сахаре сырце тростниковым. Конечная плотность составила единичку. В принципе, еще совсем мосюхоненькие пузырьки выделяются, углекислота есть. Можно подождать, конечно, до того, чтобы забродило до нуля. Но времени как бы в принципе нету. То есть и так уже бродит две недели. А бродит две недели потому, что у нас здесь температура чуть-чуть прохладненькая была. И процесс брожения увеличился. Переливаем в пароводяной котел все это дело. Как обычно, шлем я сейчас буду снимать. Здесь будем гнать обычным прямотоком на нержи. Разгоняем куб и добываем спирт-церец. Все как обычно. Настал день перегонки нашего спирта-сырца из тростникового сахара. Он простоял, наверное, где-то месяц. Не было времени к нему с ним поработать. Значит, смотрите, я переливаю все это дело в куб. Здесь чуть больше, наверное, 30 литров, 32-33 литра. Получилось 40% спирта-сырца. Ароматика у него вообще прям, ну прям, ну прям кайфовая такая, хорошая. То есть я в принципе думаю, что и продукт должен получиться замечательным. То есть когда спирт-сырец пахнет приятно, значит и готовый продукт должен получиться тоже без всяких проблем. Собираем аппарат. Начинаем разогревать куб. И уже сейчас покажу, как аппарат соберу и на чем буду отбирать. В кубе у нас еще есть. Я все-таки решил немножко подразбавить, там сколько влезет в водички. То есть литра 4 еще воды туда запихну. Две тарелки, диоптер, узел отбора голов Латан Саныча, дефлегматор. Ну и, соответственно, холодильник. Это все полтора дюймовая, мой старый добрый аппарат. Ждем, пока разогреется куб. Соответственно, я уже емкость приемную для отбора голов поставил. Будем, не знаю, покапельной или тонкой-тонкой струйкой отбирать, пока непонятно. То есть я уже вам дальше покажу, как это все будет. Ждем, пока разогреется куб. Разогрелся. Кипение на тарелках идет. По калькулятору посмотрели. Будем отбирать в районе 900 мг-л. Строили отбор голов через узел отбора. Вот с такой скоростью. То есть получается здесь 1-2 капли в секунду. Ждем отбора голов. Далее, естественно, ориентироваться будем, естественно, по носу. То есть сейчас прям четкие-четкие головы идут по запаху. Так что ждем, пока берем. И далее уже будем отбор тела производить. Евгений Юрьевич, чем занимаешься? Нюхаю. Головы мы, можно сказать, отобрали. Но на самом деле они уже давно тут головы не идут. Просто не было времени переставить емкость. Мы пока вот пиво разливали. Но отобрали мы где-то литр 200 голов. Сейчас уже приемную емкость подставляем. Соответственно, увеличиваем мощность. Посмотрим температуру, чтобы не колебалась. Настроим воду. Ну и начинаем отбор тела. Так, ну что, температура здесь устаканилась. Иногда колеблется, потому что у нас давление воды неровное. Обработаж идет на тарелочках. Дефлегматор подключен, как вы понимаете. И отбор идет вот такой вот струйкой. В принципе, отбираем. Я думаю, где-то до 93 в кубе будем отбирать. Ну и, естественно, будем следить за температурой вверху колонны. Вот. То есть, я хотел бы получить где-то в районе 80-85. Евгений Юрьевич переливает головы на розжиг. Все. Осталось только отобрать. Ждем. Вступил день дегустации рома. Сделали мы его, в принципе, давно. Он уже полгода даже отстоялся. Это тот самый ром из того самого сахарного тростника, который был на форуме винокуров в знак качества. Кстати, мы его даже пробовали. Ну, просто пробовали как эти кусочки. Ну, да, он там лежал на стенде. Прошло полгода. Почему такой большой срок? Были проблемы с пандемией. А, кстати, мы когда-нибудь на знак качества, я помню, я еще с Димом Бухловаром разговаривала. У нас 58 тысяч подписчиков было. Сейчас уже мы дегустацию снимаем около 110. Какой разрыв во времени получился. Сережа напитки дома. Он застрял в Ниссуэле из-за пандемии. Там были проблемы. Плюс, опять же, знаете, контейнер вот этот, он стоит дорого, его притащить, да. И он, вот мы с ним разговаривали, он так вот между делом рассказал, что он 35 раз через границу перевозил это все дело в чемоданах. Даже была такая маленькая подробность, что даже в промежности он там кусок-два засовывал. Если бы он этого не делал, пришлось бы 36 раз ездить. Ну и вот, в итоге, весь этот сахар, сейчас уже количество собрано достаточно для того, чтобы его можно было продавать. Поэтому, если вы захотите его приобрести, мы ссылку на Сергея напитки дома оставим внизу под роликом. То есть, сейчас этот сахар можно приобрести. Честно, мы уже не помним, чем мы закончили съемки полгода назад. Даже не пересматривали. Поэтому, если будут какие-то несостыковки, то спрашивайте там. Мы расскажем еще чуть-чуть, в чем несостыковка была. И традиционно под ром это жареные фрукты. В нашем случае сегодня это будут бананы. Вот, вот такие. Это все будет, ну покажем. Да, начинаем делать рецепт. Сейчас я тут буду готовить. Я просто готовился к этому всему. С пивом стою, кстати. С покупным. С покупным, да, своего нету. Но сейчас начинаем готовить бананы на гриле. Сейчас будем вам показывать рецепт. Нашли в интернете его. Бананы гриль получается. Кстати, сколько жарили уже фрукты. Все время сливочное масло, но оно вкус дает. Здесь то же самое. Получается 100 грамм, наверное, 60-70. Вот на такой противень растапливаем аккуратненько. Масло. И сюда засыпем, наверное, ну там на глаз, конечно, это все будет. Грамм 50, наверное, сахара. Ну, сейчас увидите, сейчас растопим масло. Пока масло растапливается, ну так вот на глазок зафигачим сюда сахарку. Немного. Нормально, нормально. Ну, ты понимаешь, тут фрукты. Это же все сладко будет. Так что нормально все. И, блин, рассыпал. Ничего страшного. До растворения сахара и масла мы здесь чуть-чуть понаяриваем ложкой. Друзья, снимаем нашу жижу растопленную. Это сливочное масло и сахар, как мы показали. Здесь рассыпали мальца, у нас небольшой беспорядок. Сейчас нарежем бананчики и будем все это дело обваливать в этом... Глазировать. Глазировать, да, в этом соусе. У нас все обмазано. Мы обмазали, получается, в нашем маринаде. Я не знаю, как это сказать. Глазури. Первый раз, кстати, жарим банан, ни разу не жарили. Выкладываем все это на гриль. Ну и жарим с обоих сторон до появления золотистой корочки. Я тоже хрустящей корочки. Вот на такой стадии уже Максов переворачивали. Глаз на один у нас разломился. Там он сайт тоненький, потому что... Да, он тоненький был. Сейчас еще с этой стороны тоже уже тоже, да. С этой стороны пожарим еще тоже минутки три. И уже будем все это дело выкладывать на тарелки. Блюдо получилось у нас вот приблизительно такое. Кстати, я покрасивее, ты свое покажи, попришь. Ну, я не знаю, видно, не видно тут. Здесь еще мороженое съели. Здесь еще мороженое. И хотели шоколадом красиво так, да, сделать? Ну, надо было. Штрихом, штрихом таким. Но шоколад оказался густой. Просто открытые какие-то тихие валили, если честно. Нет, я вот на своей тарелке потренировался. У меня вообще плохо получилось. У Макса я уже лучше. Ну, чуть-чуть лучше на самом деле. Надо было вот прямо узнать, чтобы на тарелочке красиво было. Ну, он густой. Как его красиво? Не получится. Ну, короче, за такую это самое подачу, я думаю, и блюдо... Звезду Мишлену забирают. Да, забирает ресторан любой. У него только в Мишлен покрышки. Еще вилка у нас лишняя тут лежит. Я знаю только Мишлен покрышки. Да. Так, ну что, давайте пробовать. Джин, ой, Джин, блин. Рома отстоялся, блин, Джин у меня все в башке. Рома на сколько? Полгода точно отстоялся? По запаху так ничего, слушай. По запаху очень хороший. Что у тебя в запахе дает? Я знаю, что прям, мне кажется, банан пахнет, может, отстарелся. Ну, фруктовый такой аромат, да? Да. Фруктовый. Не, ну аромат прям реально... Не, ну, аромат... Хороший. Автомат, да. Аромат реально хороший, да? Что ты жешь? Автомат. Яджин, ты автомат. Ты о чем думаешь? Да, хороший аромат, ребят. То есть, его, я думаю, в коктейльном виде прям вообще бомбически будет. Кстати, мы уже пили. Давай попробуем? Давай. Что, первым делом пробуем бананы или ром? Ну, я уже, если честно, кусочек попробовал. Давай я, я попробую. Кстати, бананы огонь. Вообще огонь с шоколадом. Кстати, знаешь что? Он со временем, он шел чуть-чуть пожестче. Сейчас прям я его выпил, и он прям мягко идет. То есть, я вот прям... Кстати, вот эти ножки прям по бокалу. Прям мягко заходит. Это все-таки время, я думаю... Сокор остается, конечно. Да, время, я думаю, дело свое дело. Но по вкусу здесь шоколадик, наверное, ананасик. Вот такие вот, все фруктовое, такое положительное. Отвращение какого не вызывает, заходит легко. Аромат очень хороший. В коктейльном виде мы его пробовали со спрайтом, вот это мохито делать, да? То есть, ну, прямо огонь получается, на самом деле. Если вы скажете, какой приблизительно по вкусу, между, допустим, из иранской миласы, из вьетнамской миласы, из латиноамерик... Колумбийской, что ли? Да, да, или латиноамериканской, по-моему, миласы, там, фомы. Какой, на что похож? Он как-то вот стоит между, наверное, иранской миласы и вьетнамской. То есть, здесь есть и ананасик, и есть шоколадик. То есть, он вот так вот приблизительно, ну, пополам как бы, да? То есть, и такой, ну, и так, и так. То есть, туда и туда есть вкусы и ароматы. В принципе, мне очень нравится, хороший. То есть, по выходу тоже огонь. Ну, вот такие вот ромовые нотки, прям вот. Ну, все четко в нем. Я не знаю, будет это, если вы посчитаете, дорого или дешево, непонятно. Сейчас Сергей, я ему вчера звонил, спрашивал, поскольку сейчас после этой пандемии это будет все стоить. Он сказал 290 рублей, по-моему, килограмм. Если не ошибаюсь, по-моему, 10 килограмм нужно заказать вот какой-то брикет. То есть, ну, в пачке вот это вот. Помнишь, брикеты были? Я помню, что бумаги упакованы, да. По-моему, бумаги они были упакованы. Не помню уже. Ну, вот. В любом случае, ссылки в описании будут, да, на Сергея напитки дома, на его сахар. Наконец-то он его все-таки доставил, привез. Можно пробовать делать из него вот ромчик, да. То есть, он, я думаю, вас не разочарует, абсолютно не разочарует. В принципе, ром мне лично понравился. Вот такую закуску вообще обалденно. Мне тоже понравился. Закуска. Закуска мороженого. Зачем вкусно. Реально вкусно. Кстати, вот сколько они делали эти гриль, фрукты гриль, получается вообще, кстати, реально прикольно. Попробуйте сделать для детей. Если есть у вас гриль, попробуйте для детей сделать. Я думаю, они очень заценят. Это прям вообще вкуснятина. А под такие еще напитки вообще заходят очень хорошо. Да. Что, все, наверное, закругляем? Да, наверное, да. Мы сейчас будем продолжать ингустировать. Еще, да. Я еще тоже сейчас выпью, кстати. Хоть я не любитель прям крепких. Я больше пивка бы саданул. Ну и все, прокинул. Да, но серия у нас, конечно, затянулась очень долго. Очень долго была. Ну, Сережа как смог, так и привезли. И провозил, да. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем пока. Покеда.